instagram изначально было создано как социалка для фотографий сегодня этот ресурс эволюционировал и это уже многофункциональная платформа на которой продвигается множество крупных брендов средний бизнес малый бизнес когда говоришь про instagram сразу вспоминаешь криштиану роналду которого там 166 миллионов подписчиков или там ким кардашьян у которых 130 миллионов подписчиков публикации на этих аккаунтах стоит миллионы долларов но не они одни там множество крупных брендов больших компаний представлены на инстаграме такие как apple google stella artois mercedes-benz toyota nissan практически любой огромный бренд он имеет свой профайл в инстаграме потому что это помогает продвигать непосредственно их бренд и увеличивать продажи добрый вечер я мистер крабс я люблю деньги но не только они одни малый и средний бизнес также имеет свои аккаунты в инстаграме активно продает там примеру моя супруга она продает свои норковые шубы в инстаграме для меня всегда была загадка как она это делает летом и вообще почему люди покупают летом норковые шубы но на самом-то деле продажи летом у нее незначительно уступают каким-то более холодным сезоном и в этом видео я хочу вам рассказать как правильно сегодня продвигаться в инстаграме потому что если вы хотите продавать на этом ресурсе и зарабатывать деньги вам необходимо изначально продвинуться и иметь множество реальных подписчиков я не говорю про фейковые подписчики никогда не буду рассказывать как их необходимо создавать их там можно купить за пару долларов но это пыль в глаза никаких результатов это не дает и в этом видео я вам расскажу 11 эффективных приемов которые ты можешь реализовать самостоятельно для этого тебе не надо нанимать какое-нибудь агентство которое поможет тебе нарастить этих подписчиков и кто меня не знает меня зовут улитовский анатолий я директор и основатель компании все крик первым вопросом давайте обсудим преимущество непосредственно инстаграма как мы знаем это более одного миллиарда пользователей то есть если взять всю планету земля то каждый седьмой житель имеет свой аккаунт в инстаграме то есть это огромная аудитория и здесь по-любому есть ваши клиенты только необходимо грамотно до них достучаться но чем более интересен инстаграм чем тот же фейсбук или какие нибудь другие социалки что здесь огромный процент вовлечения от 2 до 4 процентов пользователей инстаграма они лайкают или комментируют публикации то есть если смотреть на тот же фейсбук у них 0,2 процента пользователей они комментируют и лайкают публикации то есть процент вовлечения в инстаграме намного выше и этим пользуются конечно же множество брендов к примеру если вы продаете какие-то товары прежде чем купить какой-то товар пользователю необходимо подумать три месяца и он на протяжении трех месяцев должен раз 7 соприкоснуться с каким-нибудь брендом чтобы принять решение покупать товар у него или нет и в инстаграме проще всего до него достучаться да то есть непосредственно если вы продаете какую-то там женскую одежду или какие-нибудь другие товары там украшения и чем чаще вы будете показываться в ленте пользователям инстаграма тем выше вероятность того что купит непосредственно именно у вас и как показывает статистика 60 процентов покупателей готовы покупать у тех брендов с которыми они соприкасаются непосредственно в социалках и инстаграм в этом плане конечно же выше того же фейсбука и множество других социалок потому что пользователи чаще видят и чаще взаимодействовать непосредственно с вашим брендом второй вопрос это изучение вашей аудитории и здесь большая разница с вашими какими-нибудь личными аккаунтами где вы допустим можете выкладывать фотографии ваших путешествий селфи и множество других фотографий но для бизнес страницы это неприемлемо потому что все-таки аудитория она более вовлечена в какие-нибудь другие публикации которые более релевантны им поэтому прежде чем делать какие-то публикации изучите вашу аудиторию и поймите что им будет действительно интересно и делайте эти публикации не пытайтесь каждой публикации продавать ваши товары лучше комбинировать делать какой-то публикации развлекательного контента и иногда делать публикации непосредственно именно контента где вы хотите продать ваш товар или услугу потому что вот к примеру те же крупные бренды они когда делают публикацию у них практически весь контент это развлекательное если вы откроете instagram кодека или допустим тот же red bull у них весь контент развлекательный то есть вы не найдете на странице red bull какие-нибудь их напитки что они их продают там будет только про спортивных людей про людей у которых активный образ жизни откройте аккаунт toyota вы увидите счастливых людей на фоне автомобилей то есть они даже и не продают свои товары то есть они понимают что их аудитория она пришла сюда не покупать а получить какие-нибудь интересные фотографии впечатления поэтому они это и дают это больше помогает продвижение бренда если же вы аккаунт который хочет именно непосредственно зарабатывать как моя же супруга продает норковые шубы делайте комбинацию то есть 75 процентов публикации это должны быть публикации какие-то развлекательные которые релевантны непосредственно к вашим товарам или услугам и одна из четырех публикаций это может быть действительно публикации что можно купить какой-то классная скидка как ваши товары и это действительно работает если же вы постараетесь каждую публикацию непосредственно продавать то ваш аккаунт станет неинтересный это все таки не интернет магазин и люди с него уйдут третьим вопросом хочу обсудить с вами имя вашего аккаунта оно должно быть максимально простое не создавайте сложные имена это важно потому что основная масса пользователей находит бренды или какие-то публикации когда они вводят именно в поисковой строке название и если у вас будет какое-то сложное название то вас скорее всего не найдут и многие бренды к примеру которые состоят из двух слов они не используют между этими словами никакие либо символы не дефис не какое-то нижнее подчеркивание не точку не и что другое потому что это только заведет заблуждение непосредственно пользователя если взять тот же бренд стела артуа это два слова но она пишется слитно в названии аккаунта чтобы пользователям было проще это найти или допустим взять аккаунт mercedes-benz между этими словами используется деви дефис при правильном написании но в инстаграме это одно слово потому что пользователям проще будет найти а не вводить какие-либо символы поэтому если у вас название состоит непосредственно и либо с дефисом либо из нескольких слов просто соедините это в одно и другой важный момент чтобы название вашего аккаунта но соответствовало названием аккаунтов других социал как и к примеру те же пользователи facebook или вконтакте или линкдин а они когда непосредственно переходят в инстаграм они могут вводить точно такое же название будет проще найти не усложняете им жизнь и тогда вас будет легче найти и легче будет продвинуть непосредственно именно ваш аккаунт и ваш бренд четвертым вопросом давайте обсудим информацию био кто не знает эта информация которая появляется над вашими публикациями когда непосредственно переходишь ваш аккаунт и большая ошибка тех кто берет копирует какую-то уже готовую информацию либо со страницы о нас сайта либо с какой-то другой социалки и вставляет непосредственно эту информацию в instagram аккаунт но вы должны понимать что пользователи инстаграма у них другое настроение у них другие цели поэтому лучше непосредственно написать какой-то текст который заточены именно под них и чем интересна еще информация био что там можно оставить ссылку на ваш сайт это единственное место где можно оставить ссылку еще можно конечно заставить в сторисах там есть такая дополнительная возможность потому что сейчас на данном этапе фейсбук пытаются продвигать непосредственно платные публикации в сторис и там действительно тоже можно оставлять ссылку на свой сайт но если говорить в целом про ваш аккаунт не учитывать сторис то именно здесь можно оставить ссылку на ваш сайт и не пытайтесь оставлять эту ссылку именно на главную страницу вашего сайта потому что вы должны помнить что пользователь инстаграма это все-таки люди у которых другое настроение лучше не заточить какую-то другую страницу которая создана четко под instagram возможно это будет блог возможно это какая-то статья вот к примеру если взять louis vuitton они создали отдельную страницу которая идентична их аккаунты в инстаграме то есть полностью все публикации которые у них в аккаунте инстаграма соответствует на странице этого сайта и и ссылка ведет именно на страницу этого сайта и чтобы обрезать и ссылка не было какая-то длинная неудобно некрасиво используйте какие-то там тулы которые обрезают длину ссылки такие как битлай или может какие-нибудь другие пятым вопросом давайте обсудим хэштеги и в инстаграме хэштеги они показывают огромную вовлеченность намного больше чем каких-нибудь других социал как тот же facebook twitter я вам скажу даже некоторые исследования показывают что там они потеряли свою актуальность при этом инстаграме хэштеги классно работает и помогает продвигать аккаунт к примеру тот же ferrari в своем аккаунте постоянно использует хэштеги ко всем своим публикациям они добавляют хэштеги брендовые либо каких-нибудь событий выставок гонок и множество других хэштегов которые релевантны непосредственно к этой публикации и это помогает продвигать именно аккаунт то есть возьмите на вооружение эти идеи и также добавляйте какие-нибудь интересные хэштеги к вашим публикациям причем по статистике 7 из 10 хэштегов это какие-нибудь брендовые хэштеги то есть вы можете связать ваш товар с каким-нибудь брендами и также само продвигать ваш аккаунт и получать дополнительных подписчиков следующий полезный инструмент который создал instagram это гео теги гео теги они еще настраиваться непосредственно в мобильном телефоне то есть если вы делаете какие-нибудь фотографии или видео вы можете включить функцию показать ваше место расположения потом когда вы публикуете этот контент в instagram аккаунте присваивается гео тег в бизнес аккаунте фейсбука вы можете привязать именно гео тег непосредственно к вашей странице или адрес вашего магазина если у вас несколько точек несколько магазинов и какая-нибудь сеть вы также можете подвязать вы сделать эту мульти региональную подвязку непосредственно под каждую точку продаж гео теги полезные к примеру если вы продвигаете какие нибудь ивенты конференции митинги и показываете непосредственно где это будет расположена и пользователям которые непосредственно с этого региона или интересуется непосредственно этим регионам instagram будет показывать ваш контент это также помогает продавать и продвигать ваш аккаунт седьмым вопросом давайте обсудим непосредственно уникальность товара или уникальность вашего бренда потому что большая ошибка тех которые начинают копировать какие-то большие аккаунты смотрят что они создали делают подобный контент и не могут понять почему instagram это не продвигает почему не увеличится количество подписчиков но это как плохой актер то об этом говорил тот же дейл карнеги что большая ошибка молодых актеров в том что они копируют каких-то известных актеров но люди их уже видели люди уже знают этих актеров они не интересные никогда такой не любил то же самое непосредственно именно с продажи каких-то товаров или услуг то есть если вы продаете вы должны создать какой-то свой уникальный продукт который будет отличаться от других аккаунтов то есть это должны быть либо какие-то высококачественные фотографии с какими-то интересными идеями то есть не копируйте другие идеи эти идеи уже видели создайте что-то свое вот к примеру как наше видео в youtube вы не найдете youtube канал у которого точно такие же видео то есть есть похожие какие-то тоже интересные идеи но мы создали свой уникальный стиль то же самое в инстаграме вы также можете создать какой-то свой уникальный стиль который будет ценится аудитория ни в коем случае никого не копируйте восьмым вопросом давайте обсудим непосредственно цветовую гамму потому что некоторые большие ресурсы почитали процент вовлечения и если аккаунты используют голубой цвет это может быть небо это может быть какой-то водоем море океан то голубой цвет увеличивает процент вовлечения аудитории на 24 процента а те же аккаунты которые используют яркие какие-то цвета они увеличивают процент вовлечения еще на 24 процента если взять аккаунт той же экспеди они пользуются по полной и выкладывать множество каких-нибудь интересных фотографий с голубыми и яркими цветами это не означает что вам надо теперь каждую публикацию делали голубой яркой конечно же учитывайте интересы вашей аудитории и первоочередно делайте публикации для них просто учитывайте эти данные если вы можете сопоставить знаете это поможет увеличить процент вовлечения на 48 процентов девятым вопросом давайте обсудим внешнее продвижение добавляйте instagram аккаунт к вам на сайт потому что какой-то определенной аудитории вашего сайта им будет интересно взаимодействовать с вами непосредственно именно в социалках и в том же инстаграме если вы делаете публикации в каких-то других социалках в том же фейсбуке и твиттере и вконтакте также оставляйте ссылку на instagram аккаунт потому что часть аудитории действительно захочет взаимодействовать непосредственно с вами именно в инстаграме потому что они более активны именно в этом аккаунте если вы продвигаетесь допустим там на форумах или пишите комментарии в блогах модераторы часто удаляют ссылки на сайт но если оставлять ссылку на instagram то процент удаления значительно снижается потому что это все-таки большой известный ресурс к примеру вы можете использовать ссылки на ваш инстаграм аккаунт если вы пишете какие-нибудь гостевые посты и выкладываете информацию об авторе статьи и также указываете ссылки на ваш инстаграм аккаунт и настраивайте также платную рекламу в фейсбуке на instagram аккаунт это также помогает привлечь дополнительных подписчиков только обязательно делайте это на какие-то самые известные ваши посты которые показали максимальный процент вовлечения то есть вы можете настроить еще дополнительно платную рекламу получить еще дополнительных подписчиков это все эффективно работает десятым вопросом давайте обсудим тренды как мы знаем тренды появляются они через время исчезают у всех на слуху всех обсуждают постоянно сопоставьте существующие тренды с вашими публикациями потому что людям будет интересно непосредственно увидеть то что они сейчас обсуждают то что они видят то что везде и повсюду я бы избегал какой-нибудь политической тематики потому что если вы начнете выкладывать свое мнение в инстаграме в каком-то бизнес аккаунте вы возможно потеряете часть вашей аудитории которая болеет за какого-нибудь другого кандидата но при этом можно всегда подойти с юмором около политические к примеру выкладывать какие-то фото жабы фотомемы это помогает это работает но обязательно если вы используете какие-то существующие тренды сопоставляйте с вашими товарами то есть не надо захламлять ваш аккаунт каким-то нерелевантным контентом просто сделайте какое-то сопоставление или используйте stories и потому что stories и сегодня архипопулярные в том же инстаграме и при этом уже можно даже настроить платную рекламу на stories и поэтому вы можете непосредственно именно в stories их использовать какие-то тоже популярные тренды и рассказать о них максимально быстро подписчикам вашего аккаунта и настроя вплотную рекламу непосредственно вы можете привлечь дополнительных подписчиков 11 вопросом давайте обсудим анализ результатов вы делаете ошибки я делаю ошибки даже великие люди делают ошибки не делают ошибки только те кто ничего не делают в инстаграме важно проводить именно анализ и работу над ошибками чтобы не допускать их в будущем с проверять эти публикации которые показали максимальный уровень вовлечения возможно необходимо создать подобный контент и вашей аудитории будет интересно именно видеть вот этот контент смотрите инстаграм аналитику смотрите что сработало больше всего возможно платная реклама какая-то показала больше всего результата возможно какой-то ресурс дал вам максимальный трафик то есть анализируйте полностью вашу работу и думайте как вы можете ее улучшить ну и на этом все если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал задавайте нам множество вопросов на все вопросы мы обязательно дадим ответы в наших комментариях мы всегда помогаем подписчикам нашего канала нажимайте колокольчик и до новых встреч до новых встреч